Девушки отдыхают Ну, большинство в Бога верят У него часы на руке за 35 тысяч долларов Значит, не верят Не обязательно, если часы дорогие Значит, не верят в Бога Он недавно заявил, что богатство, власть и вера несовместимы Знаю, что он Сказал, что многие теряют веру, когда богатеют и имеют власть Возможно Он не потерял еще? Может, не потерял Я не знаю Не знаю Не знаком с ним, верит Наверное, верит, а может, не верит Я не знаю Вообще, мне кажется, люди все верят в Бога Только кто-то скрывает это, а кто-то в себе таит А таких, чтобы вообще ни во что не верили Мне кажется, вряд ли есть люди такие У него там какие-то яхты, дома, бизнесы Как это все укладывается? Ну, не знаю Ну вот, по-вашему, он верующий человек? Да Ну, он, в общем-то, не скрывает, что у него на руке часы за 30 тысяч долларов Не могу сказать, не знаю тогда Кто такой гундей? Глава РПЦ Не, я не знаю такого Патриарх Кирилл Тоже не знаю такого Понятия не имею Я язычник У меня нет комментариев на эту тему Да, конечно, верит Он же все-таки имеет отношение к церкви То есть это верующий человек? Наверное Домой верят Он просто недавно заявил, что вот вера, богатство и власть Они как бы несовместимые А у него часы на руке за 35 тысяч долларов Ну, так он поэтому и верит Поэтому вера у него на руках Называет Так знаю, я думаю, верит, раз он на такой должности А вы как считаете? Солидарно, с мужем Я думаю, да Наверное А почему вы так решили? Ну, я думаю, что все люди верят в Бога по-своему Он сказал, что недавно, что вера, богатство и власть не очень совместимы вместе А у него часы на руке 35 тысяч долларов стоят Я думаю, что это правильно он сказал Вера точно, богатство и власть несовместимые вещи Значит, он неверующий? Ну, получается так Ну, я думаю, может быть Но я думаю, он максимум в какой-нибудь Mercedes верит В свой А так, не знаю Ну, нет Сось бы была бы тогда А почему вот ты так считаешь? Ну, если бы он верил в Бога, он бы Ну, не знаю, мне просто кажется, что нет Мне кажется, он подвел бы нормальный образ жизни тогда Скажите, вы слышали о том, что один из мостов в Питере хотят назвать именем Кадырова Ахмада? Слышала За или против? Против Почему? Ну, у нас много других героев есть Поэтому я не считаю это нужным Ну, я не знаю Вот, может быть, вот этот назовут Он же как раз в его дом ведет С двумя башнями такой То есть вы положительно относитесь к этому? Нет Я, наверное, никак к этому не отношусь Вот они хотят трамвайные пути с него убрать Да, вот меня это волнует, конечно А все остальное мне как-то пофигу Отрицательно, отрицательно Не надо называть? Конечно, нет А почему? Не знаю, здесь русский город, должен все русское быть Отрицательно Не нужно называть? Нет Мы против Почему? Потому что давайте назовем лучше мост именем Бродского, например Или кого-нибудь еще Кого? Хармса У меня на эту тему другое мнение Давай, говори Не хочу Страшное очень А? Мне не очень страшно? Нет Ну, просто я не хочу высказывать Против Почему? Ну Там В Чечне Пусть называют Здесь Зачем? Нас своих героев хватает Своих Выдающихся политиков Ну, в общем, человек-то он сделал достаточно много Хотя бы для своей республики То есть надо назвать? Не исключаю Не против, по крайней мере Не против Ну, я думаю, против Почему? Ну, потому что надо сохранять свои Он должен заслужить Чтобы в честь него мосты называли Я против Почему? Ну, а почему за? Нет, не надо Нет, конечно Нет Почему? Потому что он не выдающаяся личность Он вообще никто По сути дела Обыкновенный человек Он ничего не сделал такого Чтобы называли в Питере Я понимаю Ломоносова назвать Еще как-то А он вообще никто Например, назвать мост Михаила Ломоносова Будет намного лучше Чем назвать мост Кадырова Я был против Я был против Почему? Ну, как бы Как его Кадыров Никакого отношения к Питеру, я так понимаю, не имеет Наверное, против Почему? Ну, я думаю, что Это довольно-таки Ну, историческое название должно быть Я не думаю, что он достоин того Чтобы называть его именем мост Как бы он не сделал ничего такого Чтобы и вправду называть Такую историческую ценность Как бы его именем Скажите, по-вашему Патриот может критиковать свою родину Если на ней не все в порядке? Конечно, может Мне кажется, только Патриот может критиковать свою родину нормально А тот, кому пофигу Но он вообще ничего может не говорить на ней Живет и живет Да, может, потому что Патриот Он Патриот страны, но Если что-то делается против страны Разрушает ее, то да, конечно Потому что, ну, это естественно Мы же Патриоты все-таки не Из-за того, что происходит А Патриоты именно своей страны То есть в стране ничего не может быть плохого Может быть плохо то, что там происходит В плане каких-то конфликтов Вот это может не нравиться А так, ну да Человек может критиковать, может не критиковать Это как могу копать, могу не копать В принципе, это свободная страна, поэтому... Многие считают, что если критикуешь Россию, хотя в ней полный бардак, то ты как бы не патриот. Да, и честно говоря, по-моему, критиковать и патриот – вещи разные, и можно критиковать. Ну да, думаю, да. Если не все в порядке, если власть не делает что-то, то да, думаю, да. Я считаю, должен критиковать, если считать. Ну, неправильно. Конечно, надо критиковать политику. То есть, если на его родине все плохо, то можно критиковать ее? Конечно, а как же будет? Иначе не добьешься, чтобы она была лучше. Если без критики, как, я не знаю. Надо критиковать, если все одобрям, одобрям. Надо же, может быть, что-то свое вносить. Не умеется, критиковать может. И, наверное, нужно. Критично относиться, да? Не критично относиться, но критиковать можно. Это, по-моему, немножко разные вещи – относиться критично и критиковать. Относиться критично – это, по-моему, всегда выискивать какие-то недостатки на ровном месте. А критиковать – это просто что-то видеть и желать своему городу и родине хорошей, и поэтому высказывать об этом. Может. Если не все в порядке, может. Конечно, может. Может. То есть нужно видеть и хорошее, и плохое, да? Да. Обязан. Он обязан это делать. Наверное, нет. Почему? Может. Мне кажется, каждая вещь подлежит критике. То есть, если плохо, тогда должен говорить, что плохо. Если хорошо, то хорошо. Патриот – это не тот, кто как… Убери это подальше, а то ты так… Патриот – это не тот, кто что-то критикует, а тот, кто что-то делает. Это разные вещи. Я считаю, можно говорить плохое, но нужно все равно работать во благо. Если ты настоящий патриот, то ты работаешь во благо и все равно любишь свою землю и своих сограждан. Но можно говорить. То есть нужно и хорошее, и плохое видеть? Нужно правду говорить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.